Сначала рука не слушалась. Держать фломастеры в руках для Олеси уже подвиг. Рисование как метод реабилитации. А еще полгода назад врачи и не знали, удастся ли сохранить руку. Когда мне сказали, что будем рапутировать сначала, ну я вообще уже не знала себе, куда одевать. Я думала, что я скажу ребенку. Ну, было такое состояние, шок у меня был. Давай поздоровимся с тобой. Вот, молодец. В августе Олеся попала под колеса грузовика, переходя дорогу на зеленый, многотонный КАМАЗ. Проехал по правой руке девочки. От локтевого сустава ничего не осталось. Кости были раздроблены на мелкие кусочки. Повреждены мягкие ткани, сосуды и нервы. Первую операцию делали в Челнах под контролем врачей ДРКБ. Потом Олесю перевезли в Казань. Провели еще семь операций. Ребенку пересаживались в участки кожи. Операция называется аутодерматопластика. Тем самым мы закрыли кожные дефекты полностью. Практически такой же случай произошел полтора года назад. С девочкой врачи собрали из осколков ногу. Азалия ехала с мамой в машине. Навстречу им вылетел автомобиль. Я в первую очередь начала кричать, чтобы не нашли стопу. Я думала, что стопа отдельная. Когда мы уже кожу собрали немножко, из-под нее пеленки вытащили, и заворачивать начали, поняли, что стопа при себе. Просто на коже осталась. Сейчас я хожу на костыля. Не хочется без них ходить. Обе аварии произошли в набережных Челнах. И в обоих случаях стоял вопрос об ампутации. Полученный результат – командная работа, выходящая за пределы одной клиники. Применяли самые современные технологии. Вакуумная санация ран. И проводилось тщательное обследование, то есть 3D-моделирование УЗИ, которое позволило нам определиться, что да, сосуды сохранены, что мы можем дальше бороться и спасти эти конечности. Олесе еще предстоит операция по восстановлению локтевого сустава. А Азалия ждет, когда заживет голеностоп. Семьи не перестают благодарить врачей, которые решились на невозможное. Анна Городнова, Рамзис Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова